Добрый день, сегодня продолжим гнать маты про Папича. Итак, для начала Дубайск и ООО Рогокопыта, которые его вписали в свою авантюру. Мутные конторы начали активно привлекать ампассадоров в свою маркетинговую политику с 2016 года. Некоторые так называемые звезды в разное время успели побывать ампассадорами нескольких контор сразу, например, как Тимати, либо любимица Зумеров, обладательница америкосовской визы талантов Ева Элфи, самая популярная российская актриса из фильмов для взрослых. Она примеряла на себя футболку с тем же логотипом, что и Папич. И не только их пирамидную структуру она пиарила. Еще и другие букмекерки и кузина были замечены в ее роликах развлекательного характера. Нынешний рекламодатель Папича активно пиарится в пронроликах и часто их банерки висят на сайтах для взрослых и вмонтированы прям видосы и интеграции с их брендом тоже присутствуют там иногда. Им, видимо, не принципиально, как раскручиваться, но если смотреть со стороны маркетинга, то ход очень хороший. Ведь, например, Ева Элфи привлекает к себе внимание мужичков со всего мира, то есть потенциальная целевая аудитория для БК. В наше время у Орага Копыта главными медиалицами являются некий блогер по фамилии Тамаев, также Мелстрой, а сейчас еще и Папич к ним прибавился. Я надеюсь, что он не окажется в долговой яме, как Мелстрой. Когда я там проходил, он сидел с протянутой рукой, инвалид, на кресле, добитый такой, неполноценный, с протянутой рукой. Я развернулся, вышел, зашел до детского мира, эту камеру покупал. Так я его уже там видел в нормальном виде, нормальный мужик шел. Прошло часа не прошло. Начнем с того, что эта контора, которую представляет Папич известная, так же как игровой сервис, но специально для тех, кто уже положил глаз на нее, у этих ребят нет лицензии в РФ. Компания предоставляет пользователям широкий спектр всяческих развлечений для лудиков, а именно крутилки, вертелки и ставочки. В самом начале их репутация была, так сказать, не лучшего качества. Да и тогда еще она называлась совсем по-другому, эта компания. Контора была создана в 16-м году, вскоре после старта случились многочисленные неприятности с выплатами, так называемых выигрышей. Но перерождение компании в 18-м году и превращение ее в то, что сейчас все знают, помогли восстановить клиентскую базу и теперь, если вы почитаете отзывы, они ничуть не хуже, чем у других букмекеров. В первом видеоролике Папич сказал, что эта контора предоставила ему фирменную карточку с названием конторы, на которой регулярно, а именно один раз в месяц, будут появляться средства 100 тысяч долларов. Обязанностью в Папича будет ходить по-дубайску и тратить все это состояние на себя любимого, конечно же при этом записывая примерно 5 видео в месяц. Наша с вами задача любоваться роскошью жизни спонсируемого блогера. Условия контракта довольно необычны, Виталий пока что без понятия, как он будет тратить такую внушительную сумму, ведь если он будет снимать по 5 видео в месяц, на это будет уходить по 20 тысяч долларов каждая. Но есть и основания полагать, что Артас справится с этой задачей. При этом трансляции игр в слоты не являются обязательным атрибутом. Некоторые подумают, что это какая-то глупость, но мы-то понимаем, что такая реклама работает как нельзя лучше. Детская аудитория Папича, всякие там любители рейджей и дотки и венецианского маньяки, что будут смотреть на роскошную жизнь. Витальки, одетого в мерч ООО Рога Копыта, и они будут мечтать о такой же жизни. И подсказка, как такого же уровня жизни достичь, будет всегда на любимом стримере. Это логотип на футболке ООО Рога Копыта. Все это рассчитано на самых недалеких и самых маленьких. Таким образом, непрямая, но очень эффективная реклама, несомненно, привлечет много новых клиентов для конторки. И вложение денег в Папича было действительно верным решением. Он их отработает и даст буст популярности этим ставочкам на 140%. Так как Папич все-таки аскеточ, и многим будет интересно посмотреть, как же он будет тратить миллионы на себя. Плюс у него и до этого была частично лудоманская аудитория, которая любила смотреть, как он крутит казики. Так что почва благодатная. Также некий стример по Дота 2 Александр Никс Левин прокомментировал сотрудничество Рог и Копыт с Папичем, предположив, что за пиар-компанию он получил фиксированную оплату 5-10 миллионов долларов. Для многих загадкой остается смысл этого пиара. Как известно, данная БК не имеет лицензии, что уж тут говорить о запретах казино в РФ. Возможно, Папичу сделали предложение, от которого нельзя отказаться. В принципе, все уже знают, что YouTube в России будут замедлять, а в Рогах Копытах уверен, что связи есть в высших эшелонах власти РФ. И они прознали о том, что возможно YouTube-чику будет скоро конец, в ближайшее время. И решили, так сказать, напоследок позвать Папича. Так как YouTube все равно скоро накроется, трафик упадет в 2-3 раза, в стримы будет смотреть в 3 раза меньше трупов, почему бы не устроить такой перформанс перед закрытием площадки? Папичу обрисовали его будущее, огласили правила игры и он согласился. Плюс Рога Копыта максимально прорекламятся на тетрубе перед закрытием, так сказать. Но это не более чем шизотеория. Полнейшее бессилие просто. Полнейшее отчаяние. Абсолютная беспросветность. Полная черная дыра. Абсолютная стена кирпичная в жизни. Что касается видосов, которые Папич уже наснимал. Вторую серию он начал с того, что сделал обзор на свой отель, показал фонтаны и проверил на работоспособность свою золотую карту. Далее Виталий отправляется в магазин при отеле и покупает по карте два стакана за 200 долларов. Затем герой видео зашел в магазин Дольче и Габана и приобрел там костюм-пижаму за 2000 долларов. Третья серия полностью посвящена сборке ПК и комплектующих. Работник офиса показал Виталий его будущий системный блок весом в 35 килограмм и назвал цену в 55 тысяч дирхам. Это примерно 15 тысяч долларов. После этого Папич отправился выбирать себе девайсы. Взгляд пал на коврик за 50 долларов и два коврика дали в подарок. Далее он выбирал себе клавиатуру, монитор, наушники с микрофоном. Итоговая сумма за системный блок составила 15 600 долларов. В совокупности весь заказ Папича вышел на 17 тысяч долларов. Золотая карта не сработала и Виталий отсчитал 17 100 долларов наличными. 31 год, жены нет, детей нет, друзей нет, квартиры нет, дома нет. Живу в квартире родителей, машины нет. Ни разу не путешествовал. Стоп, а чего я добился? Ласт серия началась с прогулки по торговому центру Дубай Мол. Огласив свой список, то есть носки, шорты, кресла, цепочка, кеды для бега, Папич отправился за товаром. Первой покупкой Виталия стали бриджи в спортивном магазине за 47 долларов. Далее он направился в следующий спортивный магазин, в котором ему приглянулись шорты, кроссовки и футболка. Оплатив покупки на сумму 303 доллара, он направился в ювелирный магазин, который не посетил в итоге, потому что там нельзя снимать. Общая сумма всех покупок составила 350 долларов. Ну и да, напоследок проясним разницу между спонсорством и ампассадором. Спонсорский контракт, как правило, дороже индивидуального соглашения с конкретным человеком. С лояльным ампассадором всегда можно договориться о том, чтобы опубликовать вне очередной пост или сториз для освещения новой акции, либо громкого события. Также спонсорский контракт фиксирован по срокам. Спонсорство это минимум год или сезон. С ампассадором же возможны варианты, при которых партнерство может быть заключено в рамках единоразовых интеграций, или же сроком куда меньшим, нежели спонсорство. Например, от трех месяцев. Возможно и эпопея Папича закончится через пару месяцев, когда пройдет три месяца, но вероятнее всего полгода это все продлится. Вариантов ливнуть из этой темы у Папича нет, я уверен, это все оговаривалось и поэтому такие бабки ему платят. Еще минимум два месяца он будет терпеть в Дубаях, а я допускаю, что до зимы. До конца года он будет терпеть безвылазно, но как же ему нелегко там терпиться? Раньше он вне стримов занимался тем, что по большей части шлялся по улицам, из-за чего его часто фоткали и снимали рандомные люди, потому что он бегал по вечерам и гулял. После этого готовил себе хавчик. В интервьюхах Папич привирал, когда говорил, что из дома не выходит и ходит куда-то только по большой нужде, либо в магазин. Это не так. Вот в Дубаях, да, на жаре гулять он не будет, так что думаю максимум до конца года он выдержит и свалит. Ну а теперь поговорим о том, что началось буквально позавчера. Итак, вечером 25 июля по интернетам, тиктокам резко появились брошенные совместные с чем фотки, где были запечатлены Папич и какая-то рандомная девка, которая их и загрузила. Она там была вместе с ним, она была с ним в ресторане, в магазине, была в его мерче и все это было в непонятном контексте. Ну фотки и фотки. Но я как опытный следопыт сразу узнал ее и вспомнил, что год назад я видел ее на видео из Винницы, где Папич идет по городу с девкой. Это была она же. Факт их связи был установлен безошибочно и я пошел спать. На утро уже какие-то додики стали разносить новости, что девка, которая в 22 году засветилась у Папича в ванной, с которой он играл в карты и это нынешняя, которая слила фотки с ним, что якобы это один и тот же человек. Это разумеется вранье и клевета людей, которые элементарно не знают, что их даже зовут по-разному и лица не могут отличать. Сливщицу-альтушка зовут Ульяна и внимание многих привлекла фотка, где она зафиксирована золотым гвоздем, надетым на шею. Я бы не обратил внимания, но эксперты в интернетах заявили, что это не что иное, как дорогое украшение от кортье. И таки да, я проверил, это колье стоит практически 15 тысяч евро. Так что таки да, Папич конечно аскеточ, но на своих 14.1 пассий денег он не жалеет. Да, кстати, она совершеннолетняя, ей 21 или 22 года и она тоже из Винницы. Еще был вот такой видик, где она в какой-то непонятной хате, которая вся в мраморе и с сундуком, на котором нанесен логотип ООО Рога Копыта. Еще квартира подозрительно похожа на дубайский номер. Но по последней информации, деваха по-прежнему живет в Виннице. Скорее всего это та самая хата, которую Папич строит уже много лет и в которой он жил последний год. На старой родительской хате он только стримил, дабы любящие зрители не доебывали его в свободное время, не кидали камни в окна. Он приехал в свою новую хату, а видик снят походу заранее. Ему, видимо, присылали реквизит для фотосессии, которую эта деваха чуть позже выложит в свой ТГ. Там также будет фигурировать этот сундук. Закрой свой ебальник, пошла нахуй, сука. Все. После того, как фотки разлетелись по интернету, у Папича стали спрашивать, она ли снимает его на камеру в дубаях. Он заявил, что твердо и четко, нет, это не она. И далее он выдвинул свой положняк по данной девахе. Супер вкратце, была у меня, ну типа, в Венеции альтушка, и она, ну, как бы ее тяжело контролировать было. Вот она окончательно взбунтовалась. Ну и вот и все. Обиделась и окончательно взбунтовалась. Непослушная альтушка. Все. Ничего больше добавить. Ты, надеюсь, никакие другие фотки не давал ей делать. Че, у меня самого найдется миллиард. Ладно, не важно. Короче, миллиард всего. Так что не переживай. Ну а далее эта альтушка-сливщица написала, что она что-то там сольет на Папича в полночь. Слила пару фоточек и создала телеграм-канал. Стала уже там срать, обещая стрим. Опубликовала неинтересные абсолютно фотки, по вниманию блядствовала. Короче, говоря, ушла в радиомолчание, типа, спать, по итогу. Да хорош, давай засунем ему эти лейс, блядь, ёпта, солью. Тихо, да успокойся ты. Ну и что же это все такое? Вариантов несколько. Первый. Ей надоело ходить в Никаве, и она решила задианониться, чтобы ходить уже спокойно, не скрываясь по дубаям вместе с Папичем. Однако эта версия сомнительна, так как альтушка черноволосая, девка, которая снимает Папича на первом видео, была рыжей. Да и Ульянка, судя по тиктокам, находится в Виннице. Второе. Папич незадолго до отъезда кинул Ульянку, уехав в дубая с другой. Ульянка затряслась из-за зажратости и охуевшести в Папича, решила ему нагадить и что-то там посливать, попытаться ему подпортить жизнь из-за чувства мести. А потенциальные сливы – это всего лишь попытка набить себе цену при переговорах. Ульяна, будучи женщиной, поняла, что крепко взяла Виталия за яйца и теперь диктует ему условия, так как она в курсе, что у него есть бабки. И я думаю, Папич затерпит заплатить ей и все это замнется. А хейтеры побегут донатить Папичу миллионы, подъебывая его этим инфоповодом так называемым. Еще версия. Все это спланированная акция со стороны ООО «Рога копыта». Рекламную кампанию разрабатывали SEO-специалисты из команды Константина. Все сделано исключительно для поднятия актива и интереса к Папичу и к рекламе букмекерки соответственно. Папич же следует сценарию, не подавая виду, так как находится под чутким руководством SEO-специалистов. Ну и последняя версия. Папич прав. Она альтушкой отбилась от него, стала охуевшей, нарушит все договоры и начнет сливать инфу и будет хайпить, собирать донаты и в итоге станет как Шурыгина. И пока что невозможно дать единого заключения, что же это все такое. Тут нужно наблюдать дальше, что будет. Пока что все выглядит довольно сумбурно. Но лично я склоняюсь к версии, что это все постанова для поднятия актива. Я уже не верю в такие внезапные срывы покровов. Слишком быстро все расфорсилось. Ощущение, что это все делалось фабрикой ботов, которые все эти фотки распространяли, закидывали по пабликам, чтобы все это наверняка увидели и схавали все. Потом ее вбросы, вынстики, какие-то там сливы, потом ТГ-каналы запилили, в котором за пару часов набралось почти 5000 подписоты. Короче, не верю я в такие совпадения. Считаю, что это хорошая работа очередного Константина. Но, возможно, это все многоходовочка. Папич жил же в Венеции, разошелся с этой альтушкой. Она начала его скамить, мол, бабки, давай, или я тебе карьеру ломаю. Он начал искать выходы, и не зная почему, он решил ее не устранять в своем стиле, а съебаться из страны. Поэтому он заключил контракт с копытами, чтобы те спасли его, экстрадировав в Дубая. Представляете, сколько ему отсыпала денег эта корпорация, плюс его старые сохраненные миллиарды, блять. Теперь он живет в Дубаях, ибо альтушка нихуя не сделает. А за сливы фоток ему не смогут ебать мозги. Да и домой он, возможно, не вернется уже никогда. Короче, вы все поняли. Пиздуйте, покупайте гречу, консервы и воду, пока можете. А на этом пока что все. Пишите письма, и всего вам доброго.